На этих кадрах юный Димаш в начале своей карьеры. Трогательный и нежный принц. Именно так молодые поклонницы называют своего кумира. У певца огромная армия фэнов не только в Казахстане и России, но и по всему миру. С какой страной тебя больше всего ассоциируют твои поклонники, когда ты бываешь за рубежом? С Россией или с Казахстаном? С Казахстаном. И сейчас проект Майем Сингер. Омар Хайям всегда говорил, не завидуйте тем, кто удачный и богат. И за рассветом всегда наступает запят. Мы в принципе должны понимать, что все, что у артистов происходит, это все временное явление. Я четко даю отчет о том, что сейчас у меня есть концерты, слава богу. Есть выступления, узнают. Это, конечно, огромное счастье. Надо ценить это. И надо понимать, что все, что мы получаем в этой жизни, на самом деле, это просто испытание. В той жизни это просто ничего. Ни деньги, ни карьера, ни слава, ни личное счастье. Это вообще ничего не стоит. В этой жизни стоит многое. Для нас это кажется, там, огромным бонусом, да, то, что у тебя с карьеры все налаживается, то, что у тебя с личной жизнью все налаживается. На самом деле, Аллах испытывает. Одному дает все практически, и другому ничего. Для тебя это испытание сегодня? Твоя популярность? Испытание. Испытание. Отчего тебе приходится отказываться? Ни от чего. Я просто к тому, что это же испытание. Тот, который получил все, он будет благодарен Аллаху. Тот, который ничего не получил, он будет карать его и ненавидеть. Все элементарно. Просто надо жить сегодняшним днем и не забывать, что завтра настанет новый день. И, возможно, завтра же вам придется спуститься со сцены и сесть рядом со зрителями, и чтобы пройти вот этот творческий путь так, чтобы, когда ты будешь сидеть со зрителями вместе, чтобы никто, ни один человек не мог тебе сказать, вот, ты был плохим артистом. Как ты, помнишь, как ты надменно себя вел? Надо к этому стремиться. Ты себя так не ведешь надменно? Я, по крайней мере, стараюсь. Конечно же, я человек, я вообще самый обычный парень. Я могу злиться, обидеться, допуская ошибки какие-то. Но есть этические нормы, которые должен соблюдать любой артист, я так считаю. Мне сложно было бы что-либо делать, если бы мне говорили, так, Димаш, ты должен сегодня выступать в этом луке, или ты должен вот эту песню петь, или должен в этой программе поучасывать. У нас есть понятие этические нормы. У казахов все-таки другой менталитет. И в некоторых программах я не могу принять участие, допустим, в Европе или в других странах. Вы сами понимаете, к чему я сейчас иду. Есть разные программы развлекательные, немного непристойные, где там матом ругаются, где еще что-то. Я считаю, что это недопустимо. Ну, это мое мнение, если кому-то это интересно. Просто... Ну, это круто, это интересно. Ты артист, на тебя ориентируются миллионы твоих поклонников. И то, что ты им несешь, вот, ты знаешь, ты для меня открываешь, конечно, новые горизонты твоей личности. Я понимал, но этого никогда не слышал. Потому что я действительно тебя не видел ни в каких скандалах замешанных. Но вот о чем ты говоришь, для меня это очень близко, и это очень важно. Да, просто я к тому, что артист – это прежде всего пример для подражания подрастающего поколения. Если ты сидишь и специально ругаешься матом, да, отдельный разговор, когда у тебя случайно вырвалось, то этого тоже не стоит. Кругу близких друзей? Да, просто я к этому немного по-другому отношусь. И, допустим, маленькие дети, они любят тебя, они фанатеют. И если ты будешь ругаться матом или еще что-то, подавать неправильный пример, кто вырастет? Многие спрашивают, вот ты пьешь или нет? Я говорю, ну нет, не пью. А как ты расслабляешься? Я говорю, мы казахи, не напрягаемся. Вот как ты?